Привычные кредиты и ипотеки для жителей нашей страны давно уже стали обычным делом, но по мусульманским законам жить под проценты это большой грех. Служители ислама считают, что большинство предметов, ради которых люди берут кредит, автомобили, мебель, одежда, это предметы роскоши. А истинно верующий мусульманин должен уметь жить исключительно на те деньги, которые он сам зарабатывает. Над решением жилищной проблемы мусульман задумались и в Казанском университете. В Институте управления экономики и финансов КФУ состоялся круглый стол, посвященный проблемам поиска альтернативных моделей финансирования жилищной сферы, которая бы соответствовала исламским канонам. Сегодня эта проблема очень назрела в нашем обществе и мы понимаем, что на фоне драматического роста цен на жилье и одновременно снижения платежеспособности населения, мусульманского сообщества в том числе, вопрос обеспечения жильем мусульман сегодня становится особо актуальным. Мероприятие направлено не только на постановку проблемы, но и на ее решение. Сегодня мы готовы предложить конкретные научно-практически проработанные модели реализации исламского финансирования в условиях Российской Федерации. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты Татарстана в области права и экономики, исламского права, религиозные деятели, представители крупнейших застройщиков жилья. А по скайпу участники общались с экспертами с Казахстана, Голландии и Малайзии. В таком масштабе мероприятия проводятся впервые. Сможем выработать механизмы абсолютно дозволенного, Богом дозволенного пути именно обретения того же жилья или той же недвижимости. Поэтому является крайне важным объединение усилий научно-экспертного и предпринимательского сообщества, а также мусульманского духовенства для решения проблемы в соответствии с нормами шариата и права Российской Федерации. Наиболее жизнеспособная форма приобретения жилья, по мнению экспертов, будет создана при поддержке крупного надежного застройщика. Рассмотрение проекта программы рассрочки на приобретение жилья, дозволенной мусульманам, пройдет ориентировочно в марте. Анна Глузнов, Владимир Нелюбин, Универньюз.